во все времена был свой автомобиль мечта и в семидесятые годы советского союза таким автомобилем было 24 волга настоящая лакмусовая бумажка статус ее владельца неизбыточная мечта для многих советских граждан сегодня найти такую волгу живьем практически нереально но нам повезло и в наши руки попала 24 волга 72 года выпуска в редком цвете антрацит условно 24 можно разделить на первую и вторую серию и машины ранних лет выпуска отличались тем что у них на бампере отсутствовали клыки которые появились на более поздних автомобилях еще одним внешним признаком по которому можно определить ранний автомобиль это то что на переднем крыле отсутствуют поворотники они появились позже кстати говоря волге они достались от жигулей под таким большим и тяжелым капотом скрывается только четыре цилиндра хотя изначально на 24 волгу планировался установить двигатель v6 но со временем от него отказались и основным стал двигатель 24d по сути это глубокая модернизация 21 мотора естественно были улучшения в первом очередь это касалось системы питания появился двухкамерный карбюратор к 126 г в итоге с двигатель объем 2 4 литра сняли 95 лошадей для рубежа 60-х 70-х не самый выдающийся показатель но главной волги была не мощность главное был момент кстати говоря престижный статус 24 волги подчеркивает то что это был первый советский автомобиль который получил не только гидровакуумный усилитель тормозов вот он здесь находится в передней части моторного отсека но и двухконторную тормозную систему особый статус 24-ки чувствуется салоне широка машина волга тут все большое большой рычаг большие педали огромный руль и огромная комбинация приборов у которой у ранних машин была своя фишка это ленточный спидометр к сожалению с годами от него избавились пользу обычного стрелочного из-за того что прибор был достаточно капризный но когда он работает это очень красиво также поменяли замки форточек потому что у ранних машин они были неудобны вертикальном положении форточки были закрыты и со временем когда форточка немножко проседала открыть их было достаточно проблематично конструкцию поменяли также поменяли и замок зажигания со временем на 24 появилась жигулевская конструкция которую поставили рядом с рулевой колонкой это была небольшая ошибка потому что при авариях самая частая травма водителя волги была травма коленной чашечки потому что замок попадал именно в нее также отличительной особенностью ранних машин является светлая отделка панели приборов и 66 радиоприемник если говорить о самой посадке то в принципе волги она достаточно удобная кстати говоря первые машины официально были шестиместными то есть спереди тоже могло сидеть три человека и как мы видим здесь предусмотрено место для среднего пассажира но сами понимаете сидеть ему было не очень удобно когда даже в ссср официально ввели ремни безопасности то необходимость среднем пассажире отпала и 24 волга стала официально пятиместный сзади места полно по всем направлениям и для ног и для головы и по ширине плюс у нас есть очень удобный центральный подлокотник одним словом сзади в 24 просто королевский комфорт тогда возникает вопрос почему те кто ездили на волгах с водителем никогда не ездили сзади все очень просто во первых очень мягкий диван во вторых подвеску 24 волги невероятно мягкая на волнах у людей у которых были проблемы с вестибулярным аппаратом их просто укачивало поэтому они ездили спереди я не зря упомянул что у волги не очень большая мощность но хороший момент сцепление можно практически бросать и машина катится разгон очень легкий вы практически сразу можно переходить на вторую потом на третью и мотор тянет потому что максимальная мощность достигается при четырех с половиной тысячах оборотов сами понимаете это немного и двигатель действительно тяговитый на низких частотах и вот мы разгоняем сейчас уже до 40 км в час можно переходить на четвертую и спокойно катиться вообще на волге ехать быстро не очень хочется хотя свои честные 145 км в час она способна показать эта машина для другого для спокойного перемещения пожелательно ровным прямым дорогам потому что управляемость это не про волгу 20 оборотов до упора до упора я конечно утрирую но количество оборотов руля действительно очень большое плюс замедленные реакции очень мягкая подвеска автомобиль вальяжный это наверное самое точное определение для волги она по не едет она плывет поэтому желательно чтобы дорога была прямая и в этом случае 24 волги действительно можно получать удовольствие по прямой трассе даже когда есть небольшая волна автомобиль едет очень приятно мягко комфортно действительно по мягкости подвески с волгой наверное не сравнится ни один советский автомобиль ну если не брать в расчеты лимузины вроде чайки или зила все остальные далеко остались позади чем еще выгодно отличалась волга это конечно шумоизоляции потому что уровень шума в машине на порядок ниже чем в жигулях я уж не говорю про запорожцы и про москвичи и в этом плане 24 выгодно отличалась от всего остального советского автопрома пожалуй самое точное определение перемещения на волге это солидность честно говоря даже обидно что у нас такой тяговитый мотор потому что пользоваться волговской коробкой хочется почаще ходы четкие короткие несмотря на возраст переключаться одно удовольствие в детстве у многих моих друзей близких знакомых да и у нас семье естественно автомобильным семье были жигули реже запорожцы москвичи волк практически не было я очень хорошо помню как меня впервые ребенком прокатили на 24 волги тот детский восторг я помню до сих пор насколько машина была мягкой тихой комфортной мне настолько было непривычно ехать на волге после жигулей и вот сейчас я еду на 24 волги хочу сказать что те детские воспоминания снова меня наполняет потому что это плавность эта мягкость то как машина раскачивается на волнах больно плывет по дороге все это вновь всплывает в голове сегодня 24 вновь стала престижной но уже совершенно в другом качестве в качестве ултаймера а ведь как не хватает на нашем рынке современного большого российского автомобиля и кто знает быть может волга опять к нам вернется привет друзья читайте в сентябрьском выпуске журнала за рулем уаз патриот с автоматом на дороге и в грязи супер тест зимних шин от самых недорогих до лидеров киа селтас убьет ли он крето новая мазда 3 выглядит бодро а едет так себе как оспорить штрафы сками китай против кореи хавейл f7 хендо тусан и джили атлас если есть арканы и дастер то зачем нам каптюр выбираем б.у. шкода октавия третьего поколения и субару форестер четвертого поколения простая диагностика ищем неисправности тормозной системе это и многое другое читайте сентябрьской выпуске журнала за рулем